Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. В мире нет такой сильной, целеустремленной волевой личности, которая не только дарит детям знания, но и верит в каждого из своих учеников. Они поистине достойны высокого звания и уважения. Брест чествует педагогов. В Беларуси отмечают День учителя. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Праздник душевной, теплоты и мудрости. День пожилых людей отмечают в Бресте. Свой почетный статус брестские пенсионеры несут с города поднятыми седыми головами. Свой сахар будет и в радость, и в сладость. На Жабенковском сахарном заводе началась активная переработка свеклы. Загруз полной, работа на пике. В Бресте дан старт большим осенним ярмаркам распродажам плодоовочной продукции. Наш корреспондент Людмила Логодич на час превоплотилась в хозяйку и оценила, сложно ли собрать и сколько стоит продуктовая корзина на ярмарке образца 2022-го. Сейчас об этом мы не только подробнее в итогах недели. Учитель, педагог, наставник. Как много светлых мыслей приходит в голову, когда произносишь эти слова. В воскресенье белорусы будут отмечать один из самых добрых праздников – День Учителя. Представители более 16 тысяч педагогических коллективов Брестской области на этой неделе принимали многочисленные поздравления. Праздник – это хороший повод сказать спасибо не только нынешним учителям, но и бывшим. Тем, кто трудился в системе образования не один год. Минувшая неделя для города была отмечена несколькими важными мероприятиями, главными героями которых стали наши учителя. Корреспонденты программы «Итоги недели» работали на всех праздничных локациях, поговорили с учителями и директорами учебных заведений, руководителями города и образования. В первом сюжете выпуска – все о них. О людях, которых мы называем наставники. В истории человечества нет точной даты, определяющей рождение учителя на Земле. Но все, что создано умом, талантом, руками людей, берет свое начало в учительстве. Учительство – нелегкая, тонкая работа, прокладывание пути к сердцу каждого человека, раскрытие его лучших качеств. Учителя были и остаются проводниками света, верой в счастливое будущее, они с гордостью и достоинством выполняют свой долг. Взяв несмышленышей за руки, учитель ведет их сквозь стерния неопознанного, незнакомого, помогает им преодолевать препятствия и трудности, оберегает от ошибок, заботится и любит детей. И каждый человек через всю свою жизнь проносит благодарность наставнику за самые лучшие уроки – уроки человечности и добра. И теплые слова поздравлений – лишь малая талика того уважения, которое заслуживают учителя. Я с детства хотела быть учителем, мне повезло с учителями. Я сама выпускница 20-й школы города Бреста, и в свое время русский язык и литературу у меня вела Нина Михайловна Саенко, которая просто меня вдохновила на эту профессию. И я знала, что я буду учителем. Эмоции нас переполняют, меня, мою семью, моих коллег. И я очень счастлива, что я выбрала стезю учительскую, и поэтому могу в последние числа сентября быть вознаграждена таким количеством прекрасных слов, пожеланий. И это меня просто вдохновляет, вдохотворяет и подталкивает к тому, чтобы я работала дальше. Я искренне поздравляю всех своих коллег с Днем Учителя. Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, творческих успехов, благодарных учеников. Во все времена профессия педагога была значимой для любого государства. Сегодня в условиях реализации нового кодекса об образовании работы, естественно, стало больше. Но в школы приходят учащиеся, которые хотят получить новые знания, новые умения и навыки. Поэтому интересы, мотивации учащихся и творческий потенциал педагогов позволяют нам достичь хороших результатов. Брест гордится своими учителями, поскольку они воспитали не одну плеяду талантливых и одаренных учеников. Вывели в свет и показали дорогу интеллектуалам, которыми славится Беларусь. Роль учителя в современном образовании велика. Педагог закладывает нравственные начала, формирует человека как личность, открывает новый мир, а еще учит самой сложной науке – науке жизни. Поэтому День Учителя празднуется как один из самых главных народных праздников. И это торжество в Бресте всегда проходит по-особому. Добрые слова адресуются многотысячной армии наставников. Всем вместе и каждому в отдельности. Абсолютно справедливо считаю их передовым отрядом всех педагогов Брещены. И они нас не подводят. Не подводят как профессионалы, не подводят как люди с активной гражданской позицией. Мне нравится, что каждая школа старается сформировать свои какие-то особые подходы в воспитательной работе на фундаменте общегражданских наших ценностей. Мне нравится их желание выделиться в хорошем понимании. И мне нравится, конечно, их отношение к нашим деткам. Замечательным деткам. У нас более 40 тысяч Брещан молодых ходят в школу, посещают школу. Мы многое делаем для совершенствования материальной базы, чтобы им было комфортно работать. Успехов творческих, удачи во всем. С праздником, дорогие педагоги Брещены! В рамках праздника свои заслуженные награды получили наиболее опытные и талантливые педагоги города. Каждая из них вносит свой вклад в развитие Брестской молодежи. А это не только образование. Миссия учителя многогранна. Он наставник, который своим примером показывает, как справляться с трудностями. Он психолог, который может найти ключик к сердцу любого ребенка. Он друг, с которым можно обсудить проблемы. Для Брестских учителей это не инструкция, это образ жизни. Учителя для нас, вы свет в окошке, Свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, В глазах у вас озера доброты. У этого профессионального праздника большая и очень интересная история, которая может быть сопоставима с такими же насыщенными буднями педагогов. Эта профессия одна из немногих, с которой в какой-то мере сталкивается каждый из нас. И не только будучи учеником, но и сыном или дочерью педагогов. А кто-то жизнь свою связал с учительством благодаря своему любимому наставнику. Я родился в семье педагогов, папа преподавал историю, мама русский язык литературы, поэтому я прекрасно понимаю, какая это сложная и ответственная профессия. Я помню те вечера, когда вот такая стопка тетрадок, надо было все проверять. Как-то было родителям не до меня, возможно, иногда. Но я впитывал вот это все уважение к людям педагогической профессии. И мне кажется, что сейчас то время, когда я должен отдавать, в том числе используя свои ресурсы, долг и говорить спасибо всем нашим педагогам. Я с особым трепетом и любовью вспоминаю школьные годы. Я заканчивала среднюю школу номер 3 города Дзержинска. Ныне это гимназия города Дзержинска. Что примечательно, я практически полностью прошла по стопам своего учителя, которая стала примером в выборе моей профессии. Мы до сих пор с ней дружим, тепло общаемся. Она меня поддерживала на всех этапах моей деятельности и до сих пор работает учителем. В этот день никто не скупится на добрые слова, ведь они в адрес тех, кто не только дает знания, но и воспитывает в ученике человечности доброту, кто формирует мировоззрение ребенка. Достижения и покоренные вершины в системе образования, несомненно, есть. Но для учителей главной наградой были и остаются благодарные ученики, наделенные теми знаниями, которые помогут им реализовать себя в жизни. Каждый день, ежедневно, 7 дней в неделю, ты отдаешь себя своей работе, ты сотрудничаешь близко с родителями, они становятся, твой класс, как классный руководитель, они становятся для тебя твоей семьей, потому что на протяжении количества лет с 5 по 11 класс ты очень тесно взаимодействуешь с ними, ты сотрудничаешь с ними, и это очень сплочает. Когда мы видим благодарных детей для нас, это очень важно, потому что в этом мы видим смысл нашей профессии, смысл нашей работы, когда ученики тебя благодарят, и взамен ты даешь им знания. Эмоции, наверное, самые радостные, самые приподнятые, и праздник, наверное, это праздник, как ни крути, праздник молодости, потому что так долго, как мы имеем дело с детьми, столько мы и остаемся молоды, энергичны, мы всегда в поиске, мы всегда во вдохновении. Кто-то скажет, что самый великий талант – пение, кто-то – танцевальное мастерство, это неправда. Самый великий талант – умение делиться знаниями с другими, и тогда получается, что самым важным человеком на земле является учитель. Это не просто профессия, это призвание для каждого, кто приходит в профессию наставника. Все знают, учителям сегодня нелегко, но брестские педагоги никогда не унывают и стараются работать на высший балл. И пусть День Учителя станет для вас исходным условием задачи о том, как обрести счастье. А в помощь вам будут удача, вдохновение и любовь. И хоть вы сами давно не учащиеся, вы блестяще ее решите. Позвольте, дорогие наши наставники, от всего сердца, от всех учеников города Бреста, поздравить вас с Днем Учителя! Честь и хвала вам, уважаемые учителя! Вы те люди, которые закладывают в наши души любовь к учебе, дают интересные знания и помогают познать огромный мир. Желаем вам успехов в труде и жизни. Всегда идите в ногу со временем и своими учениками. И несмотря на то, что вы уже являетесь кладезем знаний, желаем, чтобы каждый новый день удивлял вас интереснейшими открытиями. Труд педагога многогранен и сложен. Воспитание детей, скромная заработная плата, отчетность – с этим сталкивается, пожалуй, каждый учитель. Но, невзирая на сложности педагогической деятельности, они продолжают трудиться. Все разумные, добрые, вечные. Разумеется, букеты цветов, подарки, теплые, искренние пожелания в этот день принимает каждый учитель. Но на одном брестском педагоге мы бы хотели заострить внимание. Героиня нашего сюжета – учитель русского языка и литературы Жанна Павловна Козинская. Ее ученики – победители различных олимпиад, причем не только городских и республиканских. Жанна Павловна – педагог с большой буквы, к которому с большим доверием и уважением относятся и ученики, и коллеги, и родители. Для того, чтобы стать хорошим педагогом, недостаточно просто отлично знать свой предмет. Требуется также большое терпение и огромная любовь к детям. Кроме того, настоящий учитель должен быть ответственным и уметь донести свои знания до учеников. Именно такими качествами обладает учитель русского языка и литературы средней школы номер 32 Жанна Павловна Козинская. Данную профессию она выбрала не случайно, так как выросла в семье, в которой к учителям относятся с особым уважением. Есть такое поверье, говорят, что не мы выбираем дороги, а они выбирают нас. Но, наверное, в этом есть доля правды, потому что моя прабабушка была учителем начальных классов, мама – учитель русского языка и литературы, и я пошла по их следам и тоже стала учителем. Для меня профессия учитель – это прежде всего работа над собой, потому что для того, чтобы учить других, нужно учиться прежде всего самому. Тебя оценивают не только по тому, какой ты как преподаватель предмета, а и то, какой ты человек, какие поступки ты совершаешь. Жанна Павловна, как никто другой, знает о том, как найти подход даже к самым непослушным и невнимательным ученикам и относится ко всему с позитивом и немного с юмором, потому что эмоциональное состояние учителя, несомненно, влияет и на обстановку в классе. У меня есть такой небольшой профессиональный рецепт. Нужно взять чашку терпения, добавить туда доброты, еще две пригоршни щедрости, потом бросить туда побольше юмора, веры, все это хорошенечко перемешать и раздавать всем, кто встречается на твоем пути. Трудовой стаж этого прекрасного педагога составляет уже целых 28 лет, и она ни разу не пожалела о сделанном выборе. Наоборот, как подчеркнула сама Жанна Павловна, когда она видит результат своей работы и глаза детей, наполненные добротой и благодарностью, это и есть для нее главная награда. Жанна Павловна очень хороший учитель. Жанна Павловна мне нравится, потому что она очень хорошо объясняет на уроках, ставит хорошие оценки. И когда мы, например, пишем какие-нибудь самостоятельные работы, то Жанна Павловна может помочь в любую минуту, когда попросишь ее. Мне нравится наша совокуподительница, потому что она очень добрая и может подсказать что-то в любой ситуации. Она хороший учитель, очень интересно преподает, она порой бывает строгая, но это как раз успокаивает детей. Свою трудовую деятельность Жанна Павловна начала еще в далеком 1994 году и с тех пор добилась очень высоких результатов. На ее счету очень много наград, которые заработали ее ученики за победы в многочисленных олимпиадах и конкурсах, на подготовку детей, которым она приложила максимум усилий. Пришла она сюда в 1994 году. Старшей пионерской вожатой работала некоторое время и потом стала учителем русского языка и литературы. За эти годы она сумела настолько поднять в наших глазах свой авторитет, что на сегодняшний день это ведущий учитель. Это учитель, который принес со своими учениками в школе достаточно большое количество наград на разных конкурсах разного уровня. Это и олимпиады предметные, это и конкурсы выразительного чтения. Она удивительно работает с чтецами. Она настолько учит бережно детей относиться к слову, что это, пожалуй, образец. У нее этому можно поучиться. Кроме того, Жанна Павловна руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы. Она является для них наставником, к которому всегда можно обратиться за советом. Когда вспоминают Жанну Павловну, сразу на ум приходят слова Льва Николаевича Толстого. Он говорил, что у хорошего учителя должно быть два качества – большие знания и большое сердце. Это как раз таки можно и сказать о Жанне Павловне. Замечательный человек, очень ответственный, помогает всегда в трудной ситуации. Ее уроки не только познавательные, но и интересные, потому что Жанна Павловна владеет различными технологиями, методиками современными. И нам, учителям, всегда есть чему у нее поучиться. У учащихся есть учитель, а у самого учителя есть наставник. Когда я 10 лет назад пришла работать в эту школу впервые, у меня такой наставник появился с первых дней именно в лице Козинской Жанны Павловны. Этот человек настолько чутко и грамотно нашел ко мне подход, что работать как молодому педагогу мне стало гораздо легче. Вот в ней я вижу, наверное, те качества, которые, на мой взгляд, присущи истинному учителю. Она имеет высокую профессиональную мотивацию. Она очень требовательный человек, но в первую очередь по отношению к себе. Я очень благодарна за то, что Жанна Павловна – это тот педагог, который очень легко делится своим опытом, дает ценные советы, умеет поддержать, умеет сочувствовать и, самое главное, умеет научить. Я вот в ней вижу именно того учителя, который ратует за то, чтобы молодые педагоги не уходили из профессии, закреплялись на своем месте и были действительно с высоким уровнем профессиональной своей деятельности. Работа учителя – это непростой труд, к которому всегда нужно готовиться с особой тщательностью. А для того, чтобы отвлечь современного ребенка от гаджетов, требуются и навыки актерского мастерства, потому что каждый урок – это отдельная страница, на котором постоянно стремишься придумать что-то новое и интересное. А у Жанны Павловны всегда найдется свой уникальный способ. Об уважении ко всем членам общества, о признании их заслуг и значимости их труда, говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и памятными датами, введено, безусловно, волнующее и приятное для многих торжество – День пожилых людей. Его еще называют праздником душевной теплоты и мудрости, потому что он посвящен людям элегантного возраста, за плечами которых богатый жизненный опыт, чьи сердца всегда наполнены добротой. На Кавказе говорят, если к вам пришла старость, то молодость будет приходить к вам за мудростью. И не важно, что за плечами пожилых людей почти три четверти века, а у кого и более, молодость будет рядом с ними, чтобы черпать от них золотую мудрость. Есть прелесть в каждом времени года, так и прекрасен любой возраст, а когда прибавить к нему еще и оптимизм, вкус к жизни и желание помогать людям, тогда и живется достойно. И звание пожилого человека несут люди с города поднятыми седыми головами. Поздравляю всех пожилых людей с Днем пожилых людей. Пускай им будет здорово. Подольше жить и будь здоровым. Но сейчас на самом деле мир очень быстро меняется. И вот людям, на самом деле, то, что было 50 лет назад, это два совершенно разных мира. И, ну, скорее, вот этим пенсионерам не боятся смотреть на новое и смотреть еще дальше, 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 дальше. Уважение к людям пожилого возраста мне прививалось с детства. Бабушка, дедушка, для меня это были легенды. Они всегда прививали мне чувство доброты, любви к ближнему. Поэтому в этот день, конечно же, уважаемым пожилым людям хотелось бы пожелать крепкого здоровья, любви, мира. И, конечно, хотелось бы их заверить, что мы, молодое поколение, их не оставим никогда в беде. Вы наша гордость, вы наше будущее, наша основа, наш фундамент, который закладывает в нас, в молодых людях, те чувства, которые позволяют быть человеком. Это самое главное в нашей жизни. Такие вот красивые слова адресуют старшему поколению брещане. Сколько же уважения и почета им, людям, серебряного и золотого возраста. Сколько нежности и любви к нашим мамам и папам, дедушкам и бабушкам. И они, несомненно, достойны самых лучших слов поздравлений. Они люди, благодаря которым мы есть. И мы просто обязаны сделать так, чтобы им сегодня жилось комфортно. А знаете, сколько в Бресте пенсионеров? Более 74 тысяч. В Ленинском районе порядка 23 и 51 тысяча. И праздник душевной теплоты и мудрости, день пожилых людей, отмечается везде достойно. 1 октября абсолютно такой правильно выделенный в календаре день для того, чтобы наши предприятия и организации собрали тех людей, кто когда-то работал. Кто когда-то создавал фундамент вот того Бреста, того Ленинского района, тех предприятий и организаций, которые мы сейчас существуем, которые мы имеем и которые мы должны беречь, приумножать. И, безусловно, заверять их в том, что мы сохраним то, что создано предыдущими поколениями. В этот праздник я хочу всем пожелать, конечно, крепкого здоровья. Я хочу пожелать хорошего, веселого настроения и, самое главное, внимание. Внимание близких, внимание родных. И с нашей стороны, конечно, со стороны ветеранской организации Ленинского района, со стороны администрации Ленинского района, конечно, будет всегда оказаться полное внимание нашим людям старшего поколения. Мои искренние поздравления всем людям, которые действительно достойно трудились и еще по мере своего здоровья трудятся на благо нашей страны. Конечно, здоровья крепкого, процветания, ну и мирного неба над головой. По душевному теплу и трогательно прошло мероприятие чествования. В Ленинском районе здесь собрались самые активные, можно сказать, креативные пенсионеры. Они участники всех творческих и патриотических акций. Они и спеть смогут, и станцевать, и в автопробеге участие принять. Мы считаем, что это праздник активного долголетия, праздник серебряного возраста и праздник золотого возраста. У нашей ветеранской организации Ленинского района находится на учете 14 657 ветеранов. При том, это люди до такой степени активные, до такой степени жизнерадостные. Вы понимаете, со всеми проблемами, с невзгодами, через которые они прошли, они не утратили оптимизма. Они радуются постоянно каждому доброму слову, звоночку. Приходят в совет ветеранов со своими, вы знаете, не проблемами, а поделиться вот своими новостями, как у них там на даче, что у них дома, у них очень много идей. Слово пенсионер, оно даже может звучать для меня лично, потому что в свои, не скрывая 76 лет, я еще работаю и предлагают еще работать. Поэтому для меня как-то такого слова пенсионера нет. Если я работаю на благо своего производства и, в принципе, на благо своей родины, своей Белоруссии, которую я очень люблю, я патриот, не скрываю этого ни перед кем, никогда, нигде. Поэтому для меня такой слов, как пенсионер, это все относительно, понимаете, если душа на лутае, есть возможность работать и позволяет здоровью, я рад этому. Время пенсии – это время, когда можно посвятить себя любимому хобби, говорят виновники торжества. Показать мастер-класс на танцевальных вечерах, представить свои творческие работы на выставках, в центре внимания многих дам скандинавская ходьба. Так что программа «Активное долголетие» выполняется на 100%. Ведь дарить радость окружающим, близким, людям – это так важно. Активное долголетие, наверное, это все-таки нести радость людям. Потому что, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и плюс к этому ты хочешь именно этим своим творчеством или своими какими-то делами поделиться с другими, то, наверное, от этого мы живем и продолжаем жить и будем жить. Почему? Потому что в этой жизни все взаимосвязано. И когда я что-то отдаю людям, когда я им говорю, и в ответ я вижу блестящие глаза, когда мне говорят спасибо, когда я вижу, что это нравится, и они хотят, чтобы это и дальше продолжалось, какие-то новые мероприятия, новые какие-то дела, интересы, то, наверное, я подпитываюсь их вдохновением, они подпитываются мной, и, наверное, от этого продолжается жизнь, хочется творить, радовать и что-то делать еще лучше и лучше. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Какая яркая фраза, как четко она определяет смысл жизни нас, людей, и особенно людей почтенного возраста. Они, сегодняшние пенсионеры, прожили сложную жизнь. Война, послевоенные испытания, развал Союза, построение новой страны и как важно сегодня уделить им крупицу заботы. Праздник, наверное, скорее всего, не как напоминание о возрасте, а это все-таки праздник, который нужно сказать спасибо этим людям за их опыт, за их мудрость, за наше воспитание. Всего сейчас на территории Московского района проживает 51 тысяча людей, которые получают различные виды пенсий. И это люди, все-таки, без склонного большинства, с активной жизненной позицией, которые активно принимают участие в различных мероприятиях в жизни Московского района, города Бреста. И, как говорит наш президент Александр Георгиевич Лукашенко, ведь мы все-таки социально-артирное государство, и наша, скажем, задача – это оказывание различных видов помощи людям пожилого возраста. Они должны жить полноценной, полнокровной жизнью, тем более, что у нас для этого есть все возможности. Я думаю, что они и реализуют. Я хочу, чтобы они участвовали и в общественной жизни, хотя они практически все и участвуют, наши ветераны, всегда приходят на помощь, и мы всегда пользуемся их опытом. В этот день ветераны труда Московского района получили заслуженные награды за вклад в развитие и процветание города, за свою активную гражданскую позицию. Среди тех, кто отмечен грамотой надежды Лукашук, эта женщина – просто кладезь жизненного опыта. А еще она очень любит дело, которым занимается. Я довольна своей жизнью сегодня. То, что уже дети мои уже полнолетние, у меня внуки красивые, умные. Ну, как бабушка я состоялась, как мама я состоялась. Сейчас я отдаю себя больше ветеранскому движению. В Совете ветерана Московского района я уже 12 лет возглавляю Оргкомиссию. И работать приходится много, но интересно очень. Очень много интересных людей, с которыми пообщаться. Вот где-то хоть частицу себя отдать людям, которые моей помощи нуждаются, которых я вижу, что я там нужна. Мне помогает в этом жизни, вот стимулирует меня к жизни. Если где-то приходится выходные дома остаться, или телефон не позвонил, не получится. Где-то полчаса, я думаю, а что случилось? Почему не востребовано? Почему не востребовано? Большой болельщик хожу на футбол. Я сам играл, судил, поэтому чувствуется. Я вот это не употреблял и не курил. В общем, практически здоровый образ жизни вел. Мне здоровье прибавляет любовь к женщинам. Любил, люблю и буду любить. Природа дарит нам свою красоту. Творческая элита – шедевры искусства, дети, радости, счастья. А наше старшее поколение – жизненный опыт. Ведь они – гарант мудрости и талон жизнелюбия. Оставаться молодым в душе, не глядя на возраст, быть гражданином и вести активный образ жизни Брестским ветеранам. Это удается в полной мере и юному поколению. Есть с кого брать пример. Активно к чествованию пожилых людей подключились и нотариусы Брестского нотариального округа. В течение двух дней во всем регионе они провели бесплатные консультации, используя при этом различные формы работы. Мы уже рассказывали, насколько интересной получилась акция в Брестской областной библиотеке имени Горького. А вчера, помимо консультирования, прошли и чествование пенсионеров. Помним, ценим, уважаем, говорили юристы каждому, кто пришел в этот день за помощью. И это еще не все подготовленные сюрпризы к празднику. Наталья Хомич продолжит тему. Брещанка Раиса Никитична, заметив объявление о проведении бесплатной акции нотариусов, пришла на консультацию, поскольку вопрос у нее весьма неоднозначный. Как оформить наследование автомобиля, который остался от отца? Женщина задала специалисту целый ряд вопросов, которые не могли остаться без внимания профессионала, и получила на них весьма компетентный комментарий. У меня был такой вопросик, который не могла сразу разрешить, насчет машины папиной, которую наследство надо взять. Поэтому здесь мне все объяснили, все понятно, все ясно. Не каждый пенсионер может оплатить деньги, сумму денег, поэтому приходят в этот день, когда консультации бесплатные. В этот день Брестскую нотариальную контору обратилось немалое количество граждан, и каждый из них хотел получить ответ на волнующий его вопрос. Подобного рода акция, которую проводят накануне различных государственных праздников, это традиционное мероприятие для нотариусов Брестского нотариального округа. В рамках Дня пожилого человека такая акция получила название «Помним, ценим, уважаем». У нас ежегодно проводятся, ко Дню пожилых людей, акции по бесплатному консультированию. Люди в основном вращаются за совершением таких нотариальных действий, как удостоверение завещаний, оформление наследственных прав. Стараемся, конечно, разъяснять все, чтобы было гражданам понятно, ссылаемся на нормы законодательства. Если что-то не совсем понятно, мы пытаемся объяснять это доступным языком. Такого рода акции Белорусской нотариальной палатой проводятся на постоянной основе. Сегодня граждане в основном обращались по вопросу оформления наследственных прав. И в преддверии праздника хочется пожелать, пусть каждый из вас будет окружен заботой родных и близких. Пусть множатся ваши годы и будет крепким здоровьем. А в ваших сердцах всегда живет веселый азарт молодости. Пусть каждый новый день приносит вам положительные эмоции и радость. Однако нотариус Субрецкого нотариального округа весьма талантливый и креативный, поэтому решили не ограничиваться одной консультацией. Гражданам пожилого возраста вручали цветы и подарки, поздравляя их с наступающим праздником. В рамках приема была организована еще одна акция, которая получила название «Предолевая расстояние». Ее участники – люди абсолютно разного возраста, имели уникальную возможность отправить открытку своим родным и близким, чтобы поздравить их с праздником. Я часто обращаюсь в талантливую контору, а сегодня мне посчастливилась такая возможность поздравить своего отца с Днем пожилых людей и отправить ему открытку. Такая же возможность появилась и у брещанки Ольги Ноздряной, которая решила ею воспользоваться и отправить открытку с поздравлениями своей маме. Нужно было в нотариусу попасть, а тут такое мероприятие, и вот сделаю маме подарок. Подписала открытку, пускай порадуется. Невозможно заставить другого человека испытывать уважение, это чувство можно только заслужить. А к людям пожилого возраста нужно относиться с особым уважением, потому что именно они на своем большом жизненном опыте учат нас тому, как правильно поступить в сложной жизненной ситуации. Именно к ним всегда можно обратиться за советом. И поэтому День пожилых людей по-настоящему важное событие для каждого человека. И именно тот случай, когда нужно поздравить своих родных и близких. В следующем материале выпуска мы расскажем о предприятии, которое плодотворно работает над решением поставленных главой государства задач. Речь пойдет о ведущем предприятии сахарной отрасли Беларуси, открытом акционерном обществе «Жабенковский сахарный завод», которому удается стабильно работать и производить сладкий продукт для белорусов. Предприятие – один из крупнейших производителей сахара в Беларуси. Кроме того, здесь выпускают и побочные продукты – миласу и свекловичный жом. Сегодня работа в самом разгаре, так сказать, на пике. В этом убедились корреспонденты нашего канала. Анастасия Милишкевич продолжит тему. Сахарная промышленность является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь, обеспечивающим продовольственную безопасность страны, способствующим развитию сельскохозяйственного производства. В настоящее время в стране четыре завода по переработке свекловичного сырья. И один из них – Жабенковский сахарный завод. Он занимает крепкие позиции по многим направлениям деятельности. На нем растут и объемы переработки сахарной свеклы. А также активно ведется техническое переоснащение производства. Основным флагманом удельного веса, который занимает промышленное производство, более 70% – это, конечно же, сахарный завод. Сегодня стоит перед сахарным заводом основная задача – это обеспечить необходимым объемом продукции, именно сахаром, нашу Республику Беларусь. Конечно же, отправка на экспорт и так далее. В год мы перерабатываем более миллиона тонн сахарной свеклы. На выходе имеем более 130 тысяч тонн сахароготовой продукции. Каждую осень в Жабенке появляются свекольные горы. Дело в том, что сюда в сентябре и октябре со всей Бринской области и двух районов Гродненской свозят сахарную свеклу. Сладкие плоды Жабенковский сахарный завод перерабатывает 3,5 месяца, обеспечивая покупателей сахаром до следующего урожая. Неделю назад мы уже начали заготовку. У нас по сахарному заводу имеется 7 свеклоприемных пунктов. Сегодня мы находимся на центральном свеклоприемном пункте, который обеспечен всем необходимым для того, чтобы произвести, самое главное, сахар, обеспечить складированием все те клубни, которые имеются у нас свекловичные, ну и обеспечить само производство. Все для этого есть. Процесс запущен. Сегодня работает с учетом штата сотрудников 800 человек. Переработка сахарной свеклы и технология производства сахара сложны, полностью автоматизированный процесс. Начинается он вне стен завода. Овощи выращивают, собирают, грузят в машины. И только тогда он поступает на завод. Но и здесь не все так просто. Контроль качества сырья – одно из главных направлений работы. В дело вступают люди в белых халатах, квалифицированные специалисты лаборатории. За смену проводим каждый час. Вот мы проводим это за смену 12 раз. Мы проверяем это, ну за сутки 24 раза мы эти пробы делаем. Все зависит от того, какая будет свекла, какая вот сахаристость ее, вот именно, вот какая. В основном пока хорошая, в первое время. Пока хорошая сахаристость идет. Лаборатория дает добро, и вот только тогда свекла поступают на переработку. Производство оснащено двумя аппаратами варки утфеля, приемными мешалками, кристаллизаторами, насосным оборудованием. Практически все процессы компьютеризированы. Сахарный завод Жабинки, современное производство, именно в соответствии реалиям времени дает возможность увеличивать объемы выпускаемой продукции. 20 сентября стартовал 59 сезон переработки сахарной свеклы. Помимо выпуска белого сахара, у нас еще есть попутная продукция, ну наши отходы, это жом сахарной свеклы, это дефекат, и это имеласа кормовая, это все используется на корм скоту, продается на экспорт. Жом на данный момент закладывается в рукава, в пленку, который консервируется и фактически он хранится до мая месяца. По необходимости берется и используется на корм крупного рогатого скота. В среднем жители Беларуси ежегодно потребляют около 350 тысяч тонн сахара. Однако наши заводы производят его в разы больше, а потому экспорт – важная составляющая работы Жабинковского сахарного завода. Основным показателем эффективности работы завода является его прибыль. По итогам 8 месяцев предприятие получило 26 миллионов белорусских рублей чистой прибыли, и поэтому я с полной ответственностью могу заявить, что завод работает эффективно. Что касается освоения рынков, в настоящее время завод продает продукцию уже из урожая 2022 года. В Российскую Федерацию, в Казахстан заключены контракты также с контрагентами из Киргизии. Поэтому у нас, я считаю, будущее есть, и мы вперед смотрим с оптимизмом. В Беларуси улучшается демографическая ситуация. Число сладкоежек с каждым годом будет расти. А значит, сахара потребуется все больше, он вырабатывает и гормон счастья. А еще, говорят экономисты, именно сахар является главным антикризисным продуктом. Неудивительно, что во многих странах ЕС он уже стал дефицитом, а цены на него стремительно растут. Что же касается Беларуси, то у нас в ближайшее время подорожания не предвидится. Свой сахар будет и в радость, и в сладость. Вы смотрите итоги недели на ВУК-ТВ. Говорим об актуальном. Октябрь уж на дворе, это значит, что в наш город снова приходят долгожданные продуктовые ярмарки распродажи. Они будут проходить каждую субботу октября и первые выходные ноября. А значит, у всех желающих будет достаточно времени, чтобы хорошо изучить ассортимент, прицениться, поторговаться и выбрать товар на свой вкус и кошелек. Такой вид торговли уже стал традиционным для Бреста и полюбился его жителям. Ведь ярмарки – самое лучшее место, чтобы сделать запасы свежих и качественных овощей и фруктов на зиму. В этом году городские власти решили добавить в список локаций новую точку – возле торгового центра «Варшавский». Насколько богат ассортимент и доступны цены, узнавали наши корреспонденты. Старину на ярмарках можно было не только продать или купить, но и увидеть различные представления. Сегодня формат изменился, но в нашем городе они по-прежнему популярны. Сочная капуста и хрустящая морковь, полезная клюква, чеснок и лук, сладкие яблоки, разноцветный перец. Каких витаминов здесь только нет. Некоторые продавцы на ногах уже с пяти утра, а покупатель подтягивается постепенно. Ведь не все еще знают, что с этого года ярмарка расположилась и у торгово-развлекательного центра «Варшавский». Скажите, со скольки уже покупатели ходят? В 6.30 уже был первый покупатель. Что лучше всего идет у вас, какая продукция? Как вы на ваш взгляд? Селедочка идет, гранат идет хорошо, огурчик домашний очень вкусный. А вы сегодня предлагаете людям медок, правильно? Расскажите, пожалуйста, что в ассортименте, откуда привезли? Привез с Пруженского района, пасека в деревню Купичи, в деревню Залесье. Ассортимент такой, майский мед, будем говорить, преобладает рапсовый. Летний мед, тут липовый и разное разнотравье летнее. Ну и грачишный мед. Почему пришли сегодня сюда? Как обычно, картофель в первую очередь, лук, морковку, свеклу. У вас в планах затариться на зиму или просто такие повседневные? Нет, на зиму. Мы всегда обычно ждем ярмарки, чтобы заготовить все на зиму. И в этом году пока очень радуют цены. Я скажу, по сравнению с прошлым годом цены ниже. Что именно радует? Какие цены? По каким позициям? Картофель дешевле. То есть я хорошо помню, мы в прошлом году покупали по рублю. В этом году можно даже за 50 копеек купить картофель. Да, выбор богатый, цены не кусаются. Надо только не лениться и спрашивать. А настроение покупателям помогают поднять продавцы и музыкальное сопровождение. Вот здесь музыка звучит. Это я работаю. Это вы работаете, да? То есть вы сегодня создаете настроение? Типа того, да. Но пока маловато людей, да? Хотелось бы побольше. А дело в том, что если бы здесь на всех этих рынках, на всех ярмарках цена была ниже процентов на 30, чем в магазинах, магазины же они платят налог, правильно? А тут напрямую идет от производителя. Почему тут цена не ниже? Ну вот смотрите, сегодня мы беседовали с жительницей Бреста. Она сказала, что цены в этом году значительно ниже, чем в прошлом. Например, картофель можно найти даже за 50 копеек. Давайте поищем, найдем. Сказано, сделано. Мы отправляемся на поиски дешевого картофеля. Средняя его стоимость на этой ярмарке от 70 до 80 копеек. К слову, долго искать не пришлось. Здравствуйте. Здравствуйте. Почем у вас картофель? 55 копеек. То есть можно вот такой вот мешок купить за сколько? Сейчас скажем одну секунду. Ну маленькая котовка, смотрите, какая она маленькая. Ну маленькая, но факт то, что есть. То есть мы нашли то, что искали. Видите? 16,5 рублей. 16,5 рублей вот такой мешок. Да, 300 килограмм. Мы ожидали, что на ярмарке можно купить чеснок и лук, затариться картофелем и капустой. Но вот то, что здесь можно продегустировать красную и черную икру, стало для нас сюрпризом. Много сюрпризов и на ярмарке возле московской администрации. Эта точка уже знакома потребителям. А потому здесь достаточно оживленно. Помимо богатого ассортимента традиционной плодовощной продукции, здесь есть много интересного для садоводов. Продаем сливы. Допустим, сорт, такое редкостное название, Йо-Йо его. Это из поздних сортов. Есть гибридная лыча, это комета. Слива блюфри. Яблони, значит, из летних сортов, допустим, Елена. Вот белый наливили. Есть пирос еще. Стоимостью в 10 рублей. Я вообще в восторге от того, что организуют такое мероприятие. Большое подспорье всем жителям Бреста. Я каждый год приезжаю и смотрю, людей все больше и больше. Все замечательно организовано. Ну и цены, вы знаете, приятно удивили цены, потому что даже страшновато было. И типа, ну, все дорожает. И тут ассельхозпродукция, по крайней мере, такой вот картофель, морковка, свекла, лук по очень доступной цене. Действительно, цены радуют и выбор хороший. Ведь в этом году в Бресте на пяти ярмарочных точках свою продукцию представят более 530 производителей. Среди них фермеры, сельхозорганизации, предприятия, потребка операций, индивидуальные предприниматели и физические лица. График и место проведения ярмарок, их режим работы можно найти на сайте областполкома. Основная растеневодческая продукция реализуется сегодня по ценам, как и в прошлом году. То есть, скажем, что по доступным ценам. Так, картофель можно приобрести по цене от 50 копеек до рубля за килограмм. Морковку, свеклу от 60 до полутора рублей. Капуста от 40 копеек до 80. Ну, наверное, это такие основные продукты, которые заготавливает сегодня население. Поэтому все доступно. Людям оказывается поддержка. Приходите, участвуйте. Приобретайте, заготавливайте продукцию нашу, белорусскую, которая хорошая, востребованная, достойная. Кроме того, в эти дни на основных локациях будут дежурить волонтеры. Они бесплатно и по зову души помогут пенсионерам в доставке продукции на дом. Мы помогаем пожилым людям, людям льготной категории в доставке продуктов, которые они купили по адресу. Наши волонтеры очень активно откликаются на данную помощь. Очень хотят помочь пожилым людям, доставить им такую небольшую радость, помочь. Тем более сегодня праздник, международный день пожилых людей. И пожилым, и молодым витамины на зиму нужны всем. Ассортимент достойный. А ярмарки будут работать до 5 ноября. Времени, чтобы выбрать товар по душе, прицениться и даже поторговаться более чем достаточно. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Льмонтович. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Субтитры создавал DimaTorzok